Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Майнинг под гаражом. Предприимчивый житель Зербента организовал ферму рядом с собственным домом. От него не спрятаться, не скрыться. О мобильном комплексе «Автоураган», который поступил на вооружение сотрудников ГИБДД, расскажем в выпуске. Они травят детей, используя нормы законные и проблемы с закупом. Они, грубо говоря, просто издеваются от нас. Потому что по факту закон на их стороне, но они спокойно травят наших детей. К сожалению, именно поле административных штрафов, законодательное, недоработанное. Молодежь выбирает синтетику. И речь, к сожалению, о наркотиках. О тревожной статистике говорили на заседании антинаркотической комиссии Махачкалы. Сотрудники полиции нашли в подвальном помещении жителя Зербента 12 аппаратов для выработки криптовалюты. Мужчина организовал под гаражом майнинг-ферму и незаконным пунктем подключился к линии электропередач. Выработкой цифровой валюты подозреваемый занимался с 23 августа. Ущерб, нанесенный сетевой компанией, предстоит еще оценить. Ловить нарушителей правил дорожного движения станет легче. У сотрудника преспубликанского ГАИ теперь есть автоураган. Мобильный комплекс оснащен шестью распознающими камерами и работает как в потоке транспорта, так и во время стоянки в диапазоне 360 градусов, сообщает пресс-служба ГИБДТ. 3, 2, 1, Анатолий Константин, 0,5. Более 100 граммов героина изъяли в поезде у наркокурьера. Транспорт следовал из Москвы в Махачкалу. Полицейские патрульно-постовой службы заподозрили 23-летнего жителя ближнего зарубежья в перевозке запрещенных веществ. В ходе личного досмотра у парня был обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Установлено, что злоумышленник хранил наркотики с целью дальнейшей реализации. За последние 9 месяцев число употребляющих наркотики в Дагестане молодых людей в разы увеличилось. А наркоторговцы находят все более ухищренные способы сбыта. Как обезопасить общество от употребления запрещенных веществ, говорили на заседании антинаркотической комиссии в Махачкале. Подробности в сюжете Патимат Ханаповой. С начала года в Дагестане выявлено более 500 наркопреступлений. Около половины из них связаны со сбытом запрещенных веществ. Взяты из оборота 43 килограмма сильнодействующих препаратов. Это рекордное число. Если сравнить с прошлым годом, это на 10 килограммов больше. В целом, если смотреть на статистику и на изымаемые наркотики, то можно сказать, что сегодня у нас наркоситуация связана именно с употреблением большого количества синтетических наркотиков, таких как мифедрон, энметилофедрон и таблетки, сильнодействующие вещества, это травмал и лирика. Если смотреть, заглянуть в прошлый год, то у нас мифедрона и энметилофедрона было изъято буквально несколько килограмм. В этом году уже за эти 9 месяцев уже изъято более 15 килограмм синтетических наркотиков. Это очень большой вес, большая масса для синтетики, потому что разовая доза 0,25 сотых. Это, уважаемые коллеги, говорит о том, что наркоситуация на территории города, она сложная, связана именно с употреблением тяжелых, агрессивных наркотиков, таких, которые я вот перечислил вам. Говорили об ужесточении наказания за свободную продажу на свае и снюса в торговых точках Махачкалы. Этой проблеме особое внимание уделяет глава города Салман Дадаев. По его поручению специалисты неоднократно проводили рейды и выявляли случай незаконного оборота вещества. Однако этого недостаточно. Вопрос требует правовой корректировки. Тогда я дал предложение, есть ли возможность у администрации города рычаг давления на другие, пожарная безопасность, на угловые части для закрытия этих магазинов показательно. Мне ответили, что есть и будет сделано. Покажите факты. Факты мы показали, сделали видеосъемку, скинули, но эти магазины сегодня снова функционируют. Они для спорта функционируют. Они травят детей и, используя нормы законные и проблемы с закупом и так далее, они, грубо говоря, просто издеваются над нами. Потому что по факту закон на их стороне, но и они спокойно травят наших детей. К сожалению, именно поле административных штрафов, она, ну, законодательная, не доработана. И рентабельность административного протокола 500 или 2000 рублей, сколько бы ни было, он за день в свою рентабельность, как бы, идет идти. А еще одна проблема. С каждым годом отслеживать сбытчиков запрещенных препаратов становится сложнее. Купли и продажи редко происходят из рук в руки. Реализация товара идет через Даркнет и Телеграм-каналы. Но все же сотрудникам полиции удалось предотвратить несколько попыток ввоза на территорию республики крупных партий. Практически мы сейчас идем к тому, что 90% операционной работы будет проводиться именно в сетях. У нас есть специализированный отдел по борьбе с незаконным оборудованием наркотиков, сетевых ресурсов. Это и мы все подразделения наркоконтроля сегодня работаем в этой сфере. Это есть буквально сообщество и организованные группы, которые мы в этом году привлекли к ответственности. Это все группировки, которые занимались сбытом мифедрона. Такими крупными партиями, плюс еще сообщество, которое центральным оборудованием провело мероприятия, именно занимались бесконтактом с бытом в сети интернет. Поэтому эта работа ведется. Заслушав участников заседания, комиссия дала соответствующее поручение и рекомендации ответственным структурам. По тематам Ханнабовым, Родвиг Барзов, Новости ННТ, Махачкала. Жители Дагестана оформили кредиты на 116 миллиардов рублей. Об этом сообщает Национальный банк республики. Это на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Львейную долю от общей суммы занимает ипотека – около 57 миллиардов рублей. По словам экспертов, вклад в повышение кредитования сыграли различные льготные госпрограммы. Коллектив Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора подключился к сбору гуманитарной помощи мобилизованным. На собранные средства для военнослужащих были приобретены теплые вещи, а также предметы первой необходимости. В их числе комплекты термобелья, теплые носки, резиновые сапоги, а также средства личной гигиены. Это уже четвертая благотворительная акция от ведомства в этом году. Дай Аллах здоровья нашим солдатам. Мы желаем их, чтобы они выиграли эту войну, живы здоровы, вернулись на родину. Здоровья им и чтобы им было тепло, уютно. Здоровья нашим всем солдатам. Продолжается капитальный ремонт дороги Махачкала-Буйнахск-Леваши-Верхний Гуниб. Маршрут обеспечивает транспортные связи горных районов с равнинной частью республики. Отрезок участка расширяют до четырех полос, что увеличит пропускную способность. Дорожники полностью завершили работы по восстановлению и закреплению дороги. Кроме того, завершено устройство двух скотопрогонов под трассой. Построена кольцевая развязка. На объекте предусмотрены работы по обеспечению безопасности, в том числе разделение потоков движения ограничением из бетонных блоков типа Нью-Джерси. Ежедневно на объекте задействовано более 30 единиц дорожно-строительной спецтехники. Завершение капитального ремонта планируется в ноябре следующего года. И о спорте. Боксер Альберт Батыргазиев проведет седьмой профессиональный бой. 11 ноября в Москве олимпийский чемпион Токио выйдет на ринг против экс-претендента на титул чемпиона мира из Панамы Рикардо Нунеса. Десятираундовый поединок пройдет в легком весе. 24-летний Альберт Батыргазиев дебютировал в профессионалах в 2020 году. Сейчас в его активе 6 побед, 5 из которых он одержал нокаутом. Предыдущий поединок дагестанец провел в апреле этого года и одержал победу единогласным решением судей. Рикардо Нунес выступает уже 12 лет. Панамский боксер провел 26 боев и потерпел 3 поражения. А дагестанские вольники усилят иранский клуб. Победитель Олимпийских игр Завур Угуев и чемпион мира Абазгаджи Магомедов вошли в заявку клуба «Шахр». Перед решающими матчами местной лиги. 18 ноября в полуфинале звездная команда, состав которой также укомплектован олимпийским чемпионом Хасаном Яздани, встретится с другим фаворитом турнира – клубом «Сари Старс». В этот же день определится и чемпион иранской лиги. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин